Воскресенье 10 октября к одной из пятиэтажек поселка Сахарова вызваны сотрудники полиции и следственного комитета. В однокомнатной квартире верхнего этажа дома обнаружено окровавленное тело мужчины. По данным следствия, молодому человеку было 24 года. Он погиб от ножевого ранения. По предварительной версии следствия, здесь произошло убийство. Подозреваемая – сожительница убитого. От молодой женщины исходит сильный запах алкоголя. Что произошло в квартире, будет выяснять следствие. Патрульной службе подозреваемая сказала, что не виновата в смерти любимого. Он якобы пошел чистить картошку, и вдруг она увидела, что сожитель истекает кровью. Я не знаю, как он упал. Я просто помню, у него кровь потекла в фонтан. Я начала по соседним, по всем случаям, чтобы вызвали скорую. В тот же день подозреваемая доставлена в Заволжский межрайонный следственный отдел города Твери. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения. Видеоролики, созданные правоохранителями с целью уберечь нас от мошенников, демонстрируются во всех общественных местах. Жителям города и области раздают предупреждающие листовки «Будьте бдительны». Но жертв не становится меньше. В региональном следственном комитете предупреждают о почистившихся случаях мошеннических действий со стороны лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Номера телефонов отображаются некорректно. Используется так называемая подмена телефонного номера. Оптимальный вариант – вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах правоохранительных структур, от имени которых вам звонят. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережения – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. Будьте бдительны и помните, необходимо позвонить по номерам телефона доверия ОМВД и проверить информацию, озвученную мошенникам. Продолжение следует...